всем добрый день с вами снова роман четвертных и мясно мы с вами находимся возле посудомоечной машины сегодня мы будем с вами говорить о том какую химию использовать и как настраивать посудомоечную машину для правильной работы с химическими средствами того или иного типа итак давайте начнем откроем нашу посудомоечную машину и разберемся с ней более подробно самые распространенные средства на рынке это универсальные таблетки 3 в 1 5 в 1 10 в 1 не имеет значение абсолютно все они делятся на две основные группы первая группа таблеток это группа таблеток так называемых безоболочных вот эта вот таблетка которая находится в пакетике на самом деле этот пакетик само собой нужно снимать она безоболочная более бюджетных модификациях таблетки просто находится в пакете россыпью безоболочные таблетки имеют одно преимущество низкая цена суть этой таблетки в том что эта таблетка должна вываливаться в камеру посудомоечной машины из только тогда, когда вода полностью нагрелась. Если она попадет в холодную воду, часть ее свойств просто испарится, исчезнет. То есть таблетка не будет эффективно работать. И в этом случае таблетку можно выкинуть. Ко мне часто приходят знакомые, пытаются помочь мне по кухне, загружают посудомоечную машину, пока я готовлю, и кидают туда таблетку. Я сразу понимаю, что у этих людей нет посудомоечной машины. Я не могу им, конечно, ничего сказать, мне неудобно, они в гости пришли. Они кидают ее вот таким вот образом целиком в посудомоечную машину. Когда я через полтора часа открываю посудомоечную машину, я вижу грязную посуду и целую таблетку. Я по жизни оптимист. Я радуюсь в том, что таблетку можно будет использовать еще раз. Поэтому, само собой, безоболочные таблетки использовать в пакетиках ни в коем случае нельзя. Второй тип химии – это оболочные таблетки. Первые из них самые известные, конечно же, были в Ферри. Потом уже появились и финиши, кто их только не делал. Суть в том, что таблетка находится в специальной полимерной упаковке. И эта таблетка растворяется за счет воды, который попадает и уничтожает эту пленку. Химия попадает в камеру и начинает мыть посуду. Так вот, в чем преимущество той или иной системы или ее недостаток? Вот эта классическая таблетка, безоболочная, которую мы с вами видим, вот она, имеет одну особенность. Она растворяется из-за химического состава воды. Первые примерно 15-20 минут в посудомоечной машине за счет высокой температуры у нас растворяется с вами солевая основа и моющее средство, входящее в состав вот этой вот таблетки. А ополаскиватель, входящий в состав таблетки, он не растворяется. Он растворится только тогда, когда pH среды воды снизится. То есть вода станет нейтральной. Отчего у воды появляется щелочной состав? Потому что там есть моющее средство. При первом же ополаскивании моющее средство уходит, и как результат ополаскиватель начинает растворяться. Таким образом он действует. Если вы включили низкую температуру мытья, у вас проблема. Дело в том, что все таблетки, которые существуют на рынке, это таблетки, предназначенные для мытья при высоких температурах. На каждой таблетке, на каждой упаковке написано, что ее использовать можно, и она активна только при температуре выше 40 градусов Цельсия. Если ваша посудомоечная машина мыла при более низкой температуре, либо вы даже не знали об этом, поставили ее на 45, а у нее реально было 35, таблетка не растворилась, и когда вы в конце цикла мытья обнаруживаете нерастворенную таблетку у себя в посудомоечной машине, варианта два, либо вы выбрали короткий цикл 30-минутный, ну вы-то знаете, что вы выбрали, либо посудомоечная машина не догревает воду. К сожалению, решить эту проблему невозможно, потому что производители намеренно занижают температуру относительно номинала, чтобы показать более высокий класс энергоэффективности А++. Вот таким образом действует эта система. Моющие средства оболочные работают немножко иначе. Они растворяются не из-за химического состава воды, а из-за ее температуры. То есть в тех областях оболоченной таблетки, где находится моющее средство и соль, пластик растворяется при температуре порядка 40-45 градусов, а та часть, которая закрывает ополаскиватель, она растворяется при температуре гораздо более высокой, то есть она растворяется при температуре порядка 68-70 градусов Цельсия. При этом ополаскиватель также начнет растворяться, только когда по аж следы будет соответствующим. Но у оболочных таблеток есть гораздо больше шанса того, что ополаскиватель не растворится раньше. Если моющего средства было мало, это значит, что ополаскиватель начнет растворяться раньше, чем бы нам этого хотелось. А это означает, что ополаскивателя на момент окончания цикла мойки у нас уже с вами не будет, и вся посуда у нас получится на выходе влажной. Ведутся постоянные баталии между сторонниками системы 3 в 1 и сторонниками классической мойки с помощью порошков. Откуда же растет эта история? Почему так по-разному моют эти средства? В 20 веке систем 3 в 1 фактически не было. Максимально таблетки имели систему 2 в 1. И проблема была не в химии, проблема была в производителях посудомоечных машин. Когда люди пытались использовать таблетки 3 в 1 в посудомоечных машинах в конце 20 века, их посуда оставалась абсолютно мокрой. Дело в том, что в таблетке очень мало ополаскивателя, и он сухой, и его нужно каким-то образом активировать. Для его активации нужна более высокая температура на финальном этапе полоскания. Но как посудомоечная машина узнает об этом? В 99 году три ведущих производителя посудомоечных машин в мире, АйГ, Бош и Мили, разрабатывают систему 3 в 1. Изначально она была механическая, кнопочная, а потом у всех стала автоматической. Автоматика работает с помощью поплавка. Если вы залили ополаскиватель в кювету и положили таблетку, то посудомоечная машина будет мыть с помощью этой таблетки на обычной стандартной программе, и функционал таблетки не будет раскрыт полностью. Если ополаскиватель у вас закончился, то либо поплавок, либо специальный светоиндикатор, обнаруживая отсутствие ополаскивателя, включает специальный режим 3 в 1. Режим 3 в 1 – это режим, при котором у нас первое ополаскивание делается более коротким, а второе ополаскивание более длинным и при более высокой температуре. В результате этого активируются все свойства ополаскивателя таблетки. Ни на что другое функция авто 3 в 1 не влияет, поэтому если вы кладете таблетку, то в этом случае установкой жесткости пренебрегать нельзя. Ее нужно ставить либо на 0, либо на другую величину. Ну, автоматически после закладывания таблетки емкость подачи соли не перекрывается, и дозировка ополаскивателя не останавливается. Если в вашей посудомоечной машине нет функции 3 в 1, то качественного мытья с помощью таблеток 3 в 1 не получится. Достигнуть высокого качества можно будет только заливая ополаскиватель, то есть платя двойную цену. Можно ли назвать функцию авто 3 в 1 умной? Да, конечно же, нет. Функция, которая полагается на действия покупателя, в любом случае умной быть не может. Итак, с таблетками определились. Теперь еще один вопрос, связанный с гелями. Довольно редко, но тем не менее встречается ситуация, когда люди используют гель. Они думают, что не купили хороший европейский гель, заливают его, и вроде как все ничего, но какие-то то разводы, то плохо отмывается, то еще чего-то. Давайте разберемся, для чего вообще нужны все гели для посудомоечной машины, для мытья посуды. В посудомоечных машинах абсолютного большинства производителей нельзя мыть стекло на высоких температурах. Это означает, что стекло должно мыться на температурах низких, но таблетки не работают при температуре, как и, собственно, порошки не работают при температуре ниже 40 градусов. А на программе мытья стекла температура заявленная 40, а на деле-то она гораздо меньше. И в результате этого стекло либо вообще нельзя мыть, а производитель ни один такого не скажет, либо, соответственно, нужно мыть на фактический режиме без химии. Поэтому были придуманы гели. Гели максимально эффективны на температурах ниже 40 градусов, когда таблетки не действуют. И они идеально подходят для мытья стеклянной посуды, позволяя отмывать ее даже при температуре 25-30 градусов самой воды. Однако, как только мы начинаем с вами использовать гели при высокой температуре, они ведут себя неадекватно. То есть гели при высоких температурах использовать не рекомендуется, поскольку их качество и химические свойства, они на удивление снижаются. А вот следы на посуде будут оставаться, как бы неприятно об этом говорить, довольно серьезные. Поэтому гель только для стекла. Дома должен быть гель, если у вас посудомоечная машина без теплобинника, обязательно для мытья стекла. Однако, если вы моете обычную посуду, лучше избежать использования гели и использовать именно обычные химические средства. То есть это использование таблетки, либо использование порошка. То, что касается порошков, порошок тоже вещь довольно-таки замечательная. Она удобная в том плане, что вы сами можете его дозировать. Потому что если не хватает таблетки, то в этом случае у нас проблема. Ведь нам придется резать еще одну таблетку, либо кидать две таблетки, а две таблетки в кювету не влезает. На самом деле это не проблема. Мы берем с вами порошок и просто насыпаем в ту же самую кювету, где у нас с вами уже в этот момент лежит наша таблетка. То есть в этом случае порошок поможет нам. Можно ли смешивать разную химию, ополаскивать или нет, потому что он может засахариться. Если мы с вами говорим о химии для мытья посуды, ничего плохого в этом нет. И как я уже советовал, если у вас, например, плохо отмывается белковая масса, то в этом случае рекомендуется немножко досыпать порошка, насыпать ее просто на дверцу посудомоечной машины вот сюда и закрыть ее. Она упадет вниз и прямо с первыми же минутами начнет работать. Если нам не помогает химическое средство, дело вполне вероятно не в химии. Вполне вероятно, что дело именно в настройках посудомоечной машины. И производитель сделал так, чтобы ваша посудомоечная машина была при очень низкой температуре. В результате будут работать хорошо только очень дорогие таблетки, либо очень дорогие средства. Дорогие не по цене, а дорогие по насыщенности химии. У порошка есть еще одно преимущество. В большинстве посудомоечных машин есть специальные риски в кювете. Вы можете сами решать, если у вас одна треть загрузки, половина загрузки, либо две трети загрузки, вы насыпаете порошка ровно до этой риски. Это очень удобно и не ошибетесь. В отличие от таблетки, где всегда у вас либо передоз, либо недодоз. И еще один вопрос, который тревожит очень многих людей. Если я загружаю таблетку 3 в 1 или выше, что мне делать с настройками подачи соли? Нужно ли мне засыпать соль или не нужно? Есть довольно простое уравнение. Давайте сначала разберемся, какая у вас жесткость воды. Если жесткость воды у вас дома от 0 до 4, то в этом случае использование таблетки не требует загрузки в посудомоечную машину соли. То есть, если у вас жесткость 1, 2, 3, 4, вы просто кладете таблетку и обязательно устанавливаете жесткость в своей посудомоечной машине на 0. Если вы этого не сделаете, то в вашей посудомоечной машине процесс ионообмена, он будет начинаться. То есть, ионообменная смола будет изымать из воды кальций. Но восстановиться она не сможет, к сожалению. И в результате этого ионообменник умрет. Если вы захотите через некоторое время пересесть с таблеток на порошок, у вас ничего не получится. Мало того, если у вас будет постоянно попадать туда вода, то ионообменник может разрушиться, имеется в виду без соли. И на вашей посуде будут появляться не только разводы, но и фактически песок. То есть, рассыпанный леватит будет попадать прямо на вашу посуду. Это также вредно для самой посуды, потому что под большим давлением вода идет в посудомоечной машине. И когда ваша посуда будет бомбардироваться кусочками песка из пробитого ионообменника, само собой, в вашей посуде тоже недолго жить останется. Если жесткость вашей воды составляет 5, то в этом случае вы кладете таблетку в посудомоечную машину и ставите жесткость на единицу. Если жесткость вашей воды составляет шестерку, то в этом случае вы кладете таблетку и ставите жесткость воды на двойку. Если в вашей посудомоечной машине жесткость соответствует 7 единицам, то в этом случае кладем таблетку и жесткость ставим на 3. Если в вашей посудомоечной машине всего 4 градации жесткости Первая, вторая, третья, четвертая То первая и вторая таблетка без добавления соли С нулевой жесткостью, с минимальной А третья и четвертая, соответственно, с добавлением соли и установка Если вы кладете таблетку, то у вас соль должна быть на единице При жесткости равной тройке Если вы кладете таблетку и у вас жесткость равна четверке То жесткость ставим на двойку Вот такая вот арифметика позволит вам настроить вашу посудомоечную машину и сделать так, чтобы она и не была забита кальцием, и в то же время она не пересмягчала воду, что также очень вредно для вашей посуды. И еще один момент, когда вы слышите от кого-то, что кто-то где-то читал о том, что в посудомоечную машину можно насыпать обычную соль, прочищать можно лимонной кислотой, мыть посуду можно обычными капельками мыла, и все это сработает, я вас прошу, не верьте в это. Верьте в то, что написано в инструкции, потому что, возможно, там не очень все красиво и лаконично, но если вы прочтете, вы поймете, о чем идет речь. А когда вы начинаете читать информацию в интернете, чаще всего ее пишут для того, чтобы создать некий хайп. Помните, как в первом анекдоте советском, ну, российском про интернет, когда дневник молодого отца в лайв-жорнал наливал ребенку детское питание, положил соску рядом с плитой, соска расплавилась и прилипла, пытался оторвать, не получилось, набрал в Яндексе, как отодрать соску, забыл, что искал. Все примерно так. То есть в реальности там может быть все, что угодно. Поэтому не экспериментируйте. Посудомоечная машина – дорогой прибор, а ваш желудок – это единственное, что должно вас волновать с точки зрения безопасности, как и жизни ваших близких. Поэтому скины не экспериментируйте, не пытайтесь покупать подделки и засыпать туда стиральный порошок или что-то подобное. Всем огромное спасибо, что смотрите мои видео. Если у вас есть вопросы, задавайте здесь же. Если вы хотите получить консультацию по выбору бытовой техники, по подбору техники, которая подойдет именно вам и будет служить максимально долго, пишите мне на e-mail. Он указан в описании каждого видео. Всем огромное спасибо за внимание. До будущих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok